Волчьи законы жизни трудовой в Силиконовой долине Значит, я сказал бы так на это Всякая работа, которую человек выполняет, всякая работа Это может быть в технологиях, а может быть, допустим, в подметании улиц Всякая работа требует определенной квалификации То есть человек должен соответствовать занимаемой должности Если он перестает соответствовать занимаемой должности, то раньше или позже его выкидывают с этой позиции Безусловно, если ты работаешь на должности, где много денег вовлечено Особенно чужих денег, инвесторов и вкладчиков Соответственно, там быстрее реагируют и острее реагируют Но ты не можешь чужие деньги выкидывать в помойку Если ты не соответствуешь, ну извини, а кто тебе виноват? Поэтому любая абсолютно позиция, если человек не соответствует, значит он не соответствует Что касается волчьих законов Конечно, в технологиях, особенно в стартапах Особенно там, где какая-то конкуренция повышенная Из-за того, что там какие-то жуткие деньги вращаются и так далее Трудно соответствовать Или скажем так, если ты соответствуешь там 2-3 года Может оказаться, что ты дальше уже перестал соответствовать Нужна какая-то свежая кровь, что-то такое Или ты должен перейти на какую-то другую позицию, где ты продолжаешь соответствовать А то, что требует чего-то более такого живого Значит там новые ребята приходят Ну то есть есть такое, конечно Вы представьте себе, что вот скажем Цукерберг, которому было 20 лет Когда вот он стал тем, кем он стал Пацан совсем Не то, чтобы он в чужой там компании где-то продвигался Нет, он со своей разобрался Но вопрос в том, что иногда нужно быть 20-летним Чтобы что-то такое увидеть, чего 25-летний уже не видит Вот штука какая Поэтому надо соответствовать И острота вот эта вот, она может быть здесь какая-то обостренная В каких-то местах Но если мы говорим не про основателей компаний Если мы говорим просто про людей, которые работают на какой-то работе Инженерной, административной, управленческой и так далее Ну почему же они, никто их особо не трогает А почему бы им не соответствовать, они в порядке Если мы говорим про боссов больших То мы видели, как Например, у меня на глазах сократили Был человек, который создал компанию Borland Он был еще программистом И он написал компилятор, я забыл, по-моему, для Паскаля Написал компилятор и сам его продавал по почте Вот там высылал ему, почтальон деньги носил Вот так родилась компания Borland Которая потом выросла, стала Третья компания, когда я там работал Это была третья компания в мире по продажам софтвера Но вот человек перестал соответствовать Он вырос в бедной семье У него такое мышление было специфическое И вот он начал принимать решения управленческие Которые гробили компанию И все То есть Когда-то Borland был мощнее, чем Microsoft на многом И вот Его сместили с должности Он создал другую компанию Называлась она Starfish Я не знаю, где он сейчас И что стало со Starfish, я тоже не знаю Но вот была такая компания Ему там дали помещение С один из билдингов маленьких Borland ему отдали Вот он там этот Starfish создал Новый стартап Мы видим, что, например, там Меняется положение, допустим, людей Которые создавали Microsoft Вот тот же Билл Гейтс Он сейчас не на той должности, на которой он был Он не может сейчас Он моих лет парень, мой ровесник Он не может Поэтому Он должен что-то другое делать И это нормально Значит, делай то, чего ты можешь И все будет хорошо Я, честно говоря, не понимаю В чем, собственно, кризис тут какой Но вот человек Выполнял какую-то работу Дальше он ее не может выполнять Он другой выполняет Что это, трагедия, что ли, какая-то Или его что-то стрелили Или там Все теперь подходят к нему на порог Там плюют, что ли На крыльцо ему нет Он может отлично существовать Он может при этом даже больше денег заработать Чем раньше Если это там Существенно Для человека Он может даже иметь достаточно много Поэтому Наверное, есть Какой-то очень-очень-очень Узкий сегмент Должностей И в этом сегменте Функционирует Крайне небольшое количество людей И я не думаю, что кто-то из тех Кто вот меня сегодня слушает Или тех, кто задает эти вопросы Имеет какой-то шанс Вообще оказаться в этом сегменте Вот То есть, если вас интересует Там, скажем, работа программиста Вот в 35 лет Его выкинули на помойку Он не соответствует Нет Что вы Что вы Что вы И в 35, и в 45, и в 55 Но если он в состоянии работать Если он не в состоянии Это отдельный разговор Есть люди, которые уже не хотят Или не могут Или не стремятся И там Им бы с внуками посидеть И так далее Это совершенно другой разговор Ну так а что Да, нормально Поэтому На уровне Большинства из нас В чем такого серьезного большинства Большинства За исключением Там Микроскопического меньшинства Такой проблемы нет Вот здесь В Кремниевой долине Я не видел И никогда не слышал И никто мне такого не говорил Бывают люди Которые перестают соответствовать Я много таких вижу То есть Вот он допустим Получает какие-то деньги У него какая-то должность А потом прошло Там Пять лет Или даже Десять лет бывает И как-то И вроде денег Ему там продолжают Увеличивать автоматически Знаете Там В больших компаниях Каждый год Там чуть-чуть добавляют И он уже какие-то Безумные деньги получает Вот на его место взять Человека Будет дешевле Но он же при этом И как-то И не рвется И вот Вот таких Очень много Очень много То есть Если вот тот принцип О котором мы сегодня говорим Применялся бы последовательно Очень много людей Остались бы вообще без работы Потому что они абсолютно Не тянут Не соответствуют Не стремятся Но В силу Инертности Бюрократических структур Вот Они там продолжают Оставаться на этих позициях Дольше Чем допустим Они реально соответствуют Ну Вот это как раз Присутствует в большом количестве Не наоборот Ладно ребят Я считаю Что мы тему Осветили Приезжайте Не волнуйтесь Никто вас не согрет И не выкидите Счастливо Счастливо